Наталья Валерьевна, спасибо большое. Спасибо большое за очень интересный доклад. Я продолжу говорить про психологические аспекты, психологические вопросы при оказании палеотипной помощи детям. Так, включаю свою презентацию. Наталья Валерьевна говорила уже о том, какой важный какой-то компонент для нас, для всех, для специалистов, не только для психологов, эмпатия к пациентам, к семьям, лучшее их понимание. И, собственно, мой доклад посвящен тому, что та ситуация, с которой мы все столкнулись и продолжаем находиться отчасти в этой ситуации, ситуация пандемии, во многом помогает нам лучше понять наши семьи, лучше понять семьи, которым мы оказываем помощь палеотипную. В начале доклада я немного поговорю о том, как же это все можно увязать и, собственно, причем здесь пандемия не только в плане организации медицинской помощи и того, как все эти ограничения еще больше, так скажем, еще больше вызов бросили нам всем как специалистам, но и о том, как она, эта ситуация пандемии, лучше нам поможет понять потребности семей и понять, с чем семьи сталкиваются, в чем они нуждаются и чем мы можем больше им быть помощниками. Итак, мы все с вами прошли и, как я уже сказала, отчасти продолжаем проходить через опыт, который отчасти похож на тот опыт, с которым сталкивается семья, когда их ребенок получает палеотипный статус или палеотипный диагноз. Мы все прошли через события, которым были отчасти не готовы и возникает вопрос, возможно ли было к этому подготовиться когда-либо. Вы, наверное, помните, что когда только-только появилась информация о случаях в Китае и, возможно, первых случаях в Европе, я, наверное, вам сейчас предложу вспомнить свои реакции, потому что, мне кажется, опора на свой опыт очень поможет нам здесь. Могу сказать про себя, что вот этот период, когда эту ситуацию как-то я укладывала в голове и примеряла на себя и вообще думала о том, что это может коснуться меня лично когда-либо, он был достаточно долгим. Можно сказать, что семьи, с которыми мы работаем, которым мы помогаем, они информированы о том, что в мире есть неизлечимые заболевания, в мире есть очень тяжелые заболевания, которые очень тяжело лечатся. Но я думаю, что ни одна семья не готова, что эта ситуация коснется лично их и что они сами будут родителями ребенка, которому необходима палеоативная помощь. Те события, с которыми мы все имели дело и имеем дело в ситуации пандемии коронавирусом, они все связаны с угрозой для жизни, они не зависели от нас, они пришли в нашу жизнь, можно сказать, без спроса. Очень во многом ее изменили, иногда драматически изменили. Конечно, это не идет в сравнении с тем, как меняется жизнь семей, но мы можем отчасти это тоже понять и почувствовать. Это те события, которые препятствуют нашим планам, изменяют наши планы, изолируют нас от наших близких иногда, ограничивают наши очень разные потребности и возможности, а также повышают нашу зависимость от других людей. Само восприятие какой-то текущей каждодневной реальности, возможно, вы это тоже успели почувствовать на себе, меняется вот в такой кризисной ситуации. И здесь вот эта картинка, которая переделана из работы Дали, про это текущее время, она выбрана мною не случайно, возможно, вы заметили, что само и восприятие времени в эти последние полгода, оно отчасти изменилось. И это тоже то, что происходит с семьями, которые говорят, что вот время от постановки диагноза или признания палеотивного статуса, оно вот как-то совсем становится другим, как будто бы ты оказываешься в какой-то совсем другой реальности. Таким образом, мы все можем лучше сейчас, проходя через испытания, в том числе коронавирусом, лучше действительно понять, как я сказала, с чем семьи сталкиваются, про то, что они чувствуют, какой действительно серьезный удар эта ситуация наносит, не только по их жизни, по тому, как меняются все планы, но и в целом по какой-то системе вообще их ощущения, а этот мир, он какой. Многие семьи, вы наверняка это слышали, говорят о том, что, ну, они как-то теряют вверх, теряют как будто бы почву под ногами. Мир не кажется таким справедливым, как он, может быть, казался раньше, потому что все то, что происходит с их детьми, это несправедливо, это непонятно. Возникает ощущение, что такой беспомощность, да, у нас у всех так или иначе есть, кажется, ощущение, что мы планируем свою жизнь, мы знаем, что в ней будет дальше, мы знаем, что будет этим летом, куда мы поедем в отпуск и так далее. Здесь все начинает рассыпаться, и возникает ощущение растерянности, беспомощности и многие другие чувства, очень тяжелые, через которые проходит семья на этом пути, и в части больше знакомые нам теперь. Мы сами во многом столкнулись с тем, как нужна нам точная информация, когда мы входим вот в какую-то такую зону турбулентности, как нам важно разобраться, как мы все с вами читали, смотрели новости, иногда не без возможности как-то остановить этот круг, да, что же это за вирус, кто ему больше подвержен, почему одни люди болеют тяжелее, другие легче, какие группы более входят в зону риска, как мы можем защитить себя, насколько избыточны или наоборот недостаточны те меры защиты, которые уже существуют. Вот эта потребность в информации, в информировании, в кризисной, в такой тяжелой ситуации, она абсолютно естественная, и здесь я не остаюсь только повторить это все за докладом Натальи Валерьевны, насколько, насколько это важно, обращать внимание и уделять большое внимание процессу информирования семьи. Все семьи сталкиваются, как и мы с вами, с тем, что в новой ситуации привычные точки опоры, они как будто бы куда-то уходят, и нам нужно выстраивать эту опору заново. Все люди, оказавшиеся в кризисной ситуации, испытывают ощущение незащищенности и очень большую потребность в каком-то понятном, стабильном, стабильной, понятной системе помощи непротиворечивой, на которую они могут опереться. Дальше хотелось бы обратиться к тому, что чувствуют семьи с палеотивным ребенком в палеотивной ситуации. И здесь, конечно же, первое, что приходит всем на ум, когда мы говорим о чувствах, это то, что нам предложила Кюблероз. И вы наверняка, опять-таки, в ситуации пандемии, вы видели, как эту схему, которая предложила Кюблероз, сейчас стали применять гораздо шире, чем, говоря о смерти и умирании, о столкновении с любой тяжелой ситуацией информации, что сначала отрицание, ну, как будто бы не принимаем, не понимаем, и знаем, и не знаем, что это происходит. Происходит гнев, торг, депрессия, принятие. Я думаю, что все сейчас уже очень хорошо знают эти стадии. Но люди, которые работают непосредственно с семьями в кризисе, с семьями, которые проходят через разные стадии горевания и потери, знают, что не все так просто. Не все так просто в этом, как будто бы линейном пути продвижения в этих чувствах, что есть люди, которые кажутся, что на стадии отрицания и остаются, остаются в каком-то замороженном состоянии по какой-то причине. Есть люди, которых чувства сменяют друг друга, и мы, наверное, можем опять-таки обратиться к своему опыту, связанному с пандемией, и заметить, что мы тоже проходили через какие-то разные этапы, и они не всегда были так линейно выстроены, как предложила нам кюблероз. Уже достаточно много появилось различной критики так называемых стадийных моделей прохождения через тяжелые этапы горевания и потери, и разные специалисты говорят, что действительно эти этапы не настолько четкие, как представлялось раньше, что, возможно, нет какого-то единого чувства, в котором находится человек, в котором находится семья, нет полного отрицания, нет полного принятия, что есть какой-то комплекс переживаний, который немного сложнее, есть много разных эмоций, они меняются, и каждая из этих эмоций может быть связана с разными какими-то переживаниями, факторами. Я здесь прихожу в презентации пример, с чем, насколько по-разному может быть связан страх, да, с какими-то разными вещами. И на то, как проживает человек, какие чувства он испытывает в данный момент, и как он проходит через процесс принятия тяжелых каких-то событий, проживания их, влияют как то, какой человек сам по себе, его какие-то индивидуальные факторы, так и социокультурные, Наталья Валерьевна об этом немного говорила, да, вот такая какая-то, как культура принимает смерть, как в культуре принято поддерживать людей в горевании, а также от каких-то семейных традиций, семейных обстоятельств очень-очень разных. Но, тем не менее, все-таки, несмотря на то, что этой критики так много, хочется сказать, почему так все-таки стойко при любом кризисе все вспоминают эту модель Кюблероз и отдать ей должное, тем не менее. Все-таки ситуация тяжелая, драматическая, травматическая, это такой взрыв, это такой хаос, действительно в нем очень много всего. И в каком-то смысле любая модель, она помогает структурировать этот хаос. Модель Кюблероз предлагает также увидеть, что есть процесс прохождения через тяжелые события, и он разворачивается во времени. И если родители, семья, ребенок, подросток испытывают в данный момент какие-то чувства, эти чувства нормальные, и это не то чувство, которое фатально будет с ним все время и навсегда. Это то чувство, через которое необходимо пройти, и специалисты, которые, подчасти, полюбили эту модель, и наше общество, которое с ней сейчас познакомилось, возможно, ее так принимает, и потому что она помогает нормализовать эти чувства, помогает убедить, что это нормально, испытывать и гнев, и отрицание, что это каждый человек может столкнуться с такими чувствами, когда будет в трудной ситуации, и они естественны, это очень важно. Но есть другие модели, которые нам, как специалистам, дают более глубокое понимание переживаний семей, и я хотела бы про них тоже успеть пару слов сказать. Прежде всего, это концепция защитных механизмов. Я думаю, что если нас слушают и коллеги-психологи палеотивных слуг, что вам эта концепция более знакома, для наших коллег-врачей, медицинских сестер, скажу чуть подробнее, что под защитным механизмом понимается такой конструкт, который помогает либо избежать, либо овладеть какими-то переживаниями, которые являются сейчас очень сильными, и как-то сохранить себя, поддержать свое самоуважение, сохранить себя от какого-то такого сорвания в какой-то этот хаос. У каждого человека есть свои индивидуальные способы, как именно он справляется с серьезными вызовами, серьезными стрессами, серьезными ударами. И чем сильнее то напряжение, которое вызывает эти события, тем более сильно человек склонен использовать эти самые защитные механизмы, может быть более мощные защитные механизмы, которые во многих случаях, в большинстве случаев именно в этот момент не осознаются самим человеком, в отличие, например, от механизмов совладания, таких более осознанных механизмов совладания со стрессом. И когда мы понимаем переживания семей, понимаем переживания детей, подростков, молодых взрослых, которые, например, проходят через какие-то сложные ситуации, через концепцию защитных механизмов, то мы можем увидеть, что, например, стадия отрицания, мы можем увидеть, с чем это связано, да, что вот это избегание осознания информации, отрицание информации, не могу поверить, это не со мной происходит, что это такой очень мощный защитный механизм, который служит для того, чтобы, ну вот знаете, когда очень острая боль, и это такая очень сильная анестезия. Анестезия снимает чувствительность в этой зоне. Я как будто бы ничего не чувствую, но благодаря этому я не чувствую той очень сильной боли, которая сейчас есть во мне. И когда мы понимаем, что это самое отрицание, для чего оно используется в данный момент человеком, то нам, как специалистам, легче вместе с этим человеком пройти через этот этап, не, так скажем, не проламывая, не торопя человека, и с большим принятием и поддержкой быть с ним рядом в этот период. И еще одна из концепций, на которые хотела обратить ваше внимание, как специалистов, что можно этот процесс прохождения через разные чувства, как в Орден, воспринимать как процесс решения каких-то очень важных задач, которые семье и человеку необходимо решить в тот момент, когда он сталкивается с трудной ситуацией, ситуацией необратимой скорой, потери, или необратимой, когда мы говорим про родителей новорожденного ребенка, который родился с неизлечимым заболеванием, ситуации, что их представление о родительстве, о будущем для своего ребенка, они, к сожалению, не реализуются. Это будет какая-то очень другая жизнь, через которую нужно пройти. И вот эта задача принятия реальности и необратимости этой ситуации, что она такова, какая она есть, очень важная задача, в которой помощь специалисту необходима. И только потом можно решать остальные задачи. И здесь очень важно увидеть в этих задачах, что, например, то самое, чего боятся, ну, например, в том числе боятся родители подростков, о чем говорила Наталья Валерьевна, о том, что какие-то новости могут вызвать очень сильные чувства, что задача проживания этих чувств, выражения чувств, всей гаммы чувств очень разной. Это тоже очень важная задача. И избежать ее как-то, обойти ее не специалистам, не родителям. И это невозможно, да, и скорее здесь важно понимать, как помочь пройти через этот этап и семье, и детям. Ну, и дальше уже эта задача по адаптации к тем изменениям в жизни, которые, к сожалению, не отменить, которые необратимы, а также в дальнейшем изменения самого эмоционального положения по отношению к ситуации уже случившейся потери и продолжения жизни дальше. Давайте перейдем с вами к тому, что от понимания, что испытывает семья, к тому, какие потребности у семьи и что им помогает. Вот это первая задача, связанная с пониманием и признанием ситуации. Я здесь много не буду говорить, даже предыдущий доклад здесь был очень в этом смысле полный, но вот еще раз подчеркну какую-то важность организации процесса информирования, который должен быть своевременным, поэтапным и отвечающий на потребности всех в семье, и родителей, и ребенка, не только подросткового возраста, но подростков особенно. И здесь мы с вами, если возвращаясь к ситуации пандемии, мы можем вспомнить опять-таки себя и, с одной стороны, свою жадную потребность в этой информации, а с другой стороны, того, насколько важно, если эта информация есть доступная, если она не противоречивая, если кем-то этот процесс информирования организован, потому что иначе мы помним, как вот в этой противоречивой информации очень тяжело, как это только повышает тревогу, истощает, как эту информацию нужно искать, искать заново, сопоставлять и так далее. И многие столкнулись с тем, что они как-то должны были сделать вот так, как-то сознательно ограничить себя вот в этом бесконечном поиске информации. Мы часто видим, например, в клинике, когда консультируем семьи как психологи, что когда есть дефицит информации, когда семья не получает вот эту какую-то систематизированную информацию от специалистов, они продолжают находиться в этом потоке и пытаются найти что-то сами. И насколько это их истощает и не является таким помогающим. Поэтому здесь, конечно, роль команды палеотивной очень важна, ее нельзя недооценить. Помощь в прохождении через сложные чувства, я про это уже говорила. Хочу обратить ваше внимание, что здесь, конечно, точно так же, как в процессе информирования, Наталья Валерьевна уже упоминала, вот эти доверительные отношения с командой специалистов, это такой основной фундамент, на который можно опираться. Конечно, вот в решении этой задачи, да, здесь вот без этого тоже никуда, только доверительные какие-то стабильные отношения, когда семья понимает, что ее принимают во всех, со всеми теми чувствами, которые они, через которые они могут проходить, что к ним относятся без осуждения, что им, возможно, говорят, что эти чувства знакомы и с самим специалистом, и специалисты знакомы, не боятся этих чувств, и знают, что это нормально, это испытывают все семьи, когда они сталкиваются с такими трудными событиями, это очень важно. Важно, чтобы не было вот, да, какой-то патологизации, да, что это вот ненормальная семья, ненормальные родители, они там, не знаю, в истерике, да, сами эти слова, они, да, вот не работают на какую-то нормализацию ситуации. В этом смысле самим специалистом, возможно, имея опыт каких-то сложных событий в своей личной жизни, может быть, легче принять, понимая, что и они сами знакомы с этими чувствами, и они понимают, что эти чувства проходят, и что с этим можно справиться. И, конечно, здесь команда, она таким является, команда специалистов таким является контейнером, да, надежным контейнером, который принимает эти чувства и готова помогать с них. Наталья Валерьевна показывала уже дистресс-термометр, есть такие же, и для специалистов, которые работают с маленькими детьми, можно всем уже этим пользоваться. Ну и то, что касается опоры на медицинскую систему, здесь хотелось бы сказать, что очень важно, чтобы медицинская команда и команда социальной помощи, психологической, чтобы они взаимодействовали. И я бы хочу обратить внимание, что психологическая команда, социально-психологическая, у нее задача не только в помощи семье, интеграции всех этих видов помощи для семьи, но и работу, собственно, на саму команду. И последний слайд. Мы недавно участвовали в Европейском конгрессе, посвящен трансплантации костного мозга для специалистов. И там как раз коллеги тоже отмечали, что в ситуации пандемии специалисты очень многому могут научиться у людей, которые оказывают помощь онкологическим пациентам, специалистов палеоактивной помощи. Но все эти специалисты должны обратить внимание, что ситуация отчасти стала более уникальной, оказывать помощь в ситуации пандемии, потому что мы все оказались отчасти внутри ситуации. Если мы раньше оказывали помощь, так скажем, людям, которые столкнулись с чем-то, с чем мы не имели дело, то здесь мы больше вовлечены, и таким образом мы точно больше внимания должны уделять и заботе о самих себе. И на этом я хочу закончить. Спасибо, уважаемые коллеги, и хорошего всем продолжения. Спасибо. Продолжение следует...